Рыбалка Сетка 6 на 6 это пруд В нем есть рыба Мы нарисуем, а мы знаем в каких местах живут рыбки Рыба здесь есть У нас 6 рыбок здесь плавают В этом пруду Вокруг пруда сидят соответственно 6 рыболов Каждый рыболов мы обозначим цифр Сейчас расскажу, что эта цифра означает Каждый рыболов Поймал одну рыбку И здесь по клеточкам тянется От каждого рыболовы леска Причем леска может идти только горизонтально Либо вертикально А цифра у каждого рыболовы Показывает какова длина этой лески Сколько клеточек она занимает Вместе с рыбкой Например, я нарисую Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вот она занимает 6 клеточек Леска, которая идет от этого рыболовы к этой рыбке Так а по другому нельзя Можно Она может идти не к этой рыбке, а к другой рыбке Нет, именно к этой по другому нельзя А к этой по другому нельзя Но у нас каждый рыболов поймал свою рыбку У каждого своя одна рыбка Соответственно, надо найти Как проходят лески Для каждого рыболого И понять, какая рыбка черп Да, и понять, какая рыбка черп Ну и не только понять, но и нарисовать сами лески А лески не могут пересекаться Лески не могут пересекаться, не могут проходить Челенин квадрат, где лески проходить не могут Это важное дополнение Сколько будет 7, 6, 6, 7, 4, 6 в сумме? Четырнадцать, восемнадцать, тридцать шесть, по-моему Да Действительно, сумма всех чисел намеря 36 Это хорошее бревение Какой из этого можно сделать вывод? В среднем 6 лесок Нет Все клеточки заполнили Сколько всего клеточек у нас? 36, да Значит, все клеточки, так как В одной клеточке двух клеточек быть не может То есть, каждая леска проходит То есть, значит, все клеточки заняты Это очень важное условие Значит, вот в эту клеточку какая-то леска заходит Вот в эту клеточку, вот в эту клеточку туда заходит Хотя, сказал, никому и не надо Но так ту-то какая-то туда заходит Хорошее наблюдение Вот давайте посмотрим, скажем, на обратнуюに показывают Parecenut 6 С какими рыбками она может соединена? Вот может она быть соединена с этой рыбкой? Нет Почему? А благодаря страна, вот эта семерка Может соединена с этой рыбкой? Вряд. А почему? Нет.. Ну, конечно она может, но… А вот... ну, давайте Это чуть-чуть не логично, по-моему Ну, а с этой? А с этой? С какой из них она может быть цельна? С крайней лучше. А может с этой? Нет, она не будет цель для нас, пьем, а ведь ребят, кто его показал. Пошло соображение чётности. То есть у нас клетка начинается здесь. Если она занимает нечётное количество клеточек, как вот здесь нарисованное сейное, то, значит, заканчивается она будет либо в этой клеточке, либо в этой, либо в этой, либо в этой, либо в этой. Но в этой она никогда не закончится. То есть мы делаем шаг, который осрабляет к сетке. И можем понять, что вот с этой, с севёркой, могут быть только рыбки. Вот это, вот это, либо вот это. Конечно, та, что бежево. Ну давайте, у нас есть, грубо говоря, если мы сделаем шаг, то есть три чёрных рыбки и три белых. То есть, значит, с севёркой будет соединяется с чёрной рыбкой. Шестёрка с какой рыбкой будет соединена? Не, наоборот, с шестёркой. Она начинается с чёрной. Клеточки правильно? Вот если мы раскрасим все клеточки. Рыб, белый. То есть, значит, шестёрка, она чёрная, она соединяется с белой рыбкой. Ну давайте подчеркнём. Эта шестёрка начинается в белой рыбке. Получённая. Значит, соединяется с чёрной рыбкой. Видём. Эта шестёрка начинается в чёрной рыбке. Опять с чёрной. Значит, она соединяется с белой. Четверка соединяется с черной рыбкой, правильно Она начинается в белой клерке и черное число Сем sentirки соединяются в белой клерке и нечерное число Значит она начинается с белой рыбкой Вот у нас получилось, что вот у нас три черных рыбки Вот и их рыболовка к этим рыбкам И соответственно белую Ну да, ну собственно надо соединить Четверка должна стоиться с черной рыбкой Вот эта рыбка черная, это и четверка? Нет, конечно Поверь существен舒ево, она пойдет этот сок åt так Шестерку это достать только до вверх, со вверх. Только до этой точки зрения, причем вот так можно достать, правильно? Да. Хорошо. Значит, вот эта семерка рыбалка проходит куда-то сюда. Да, еще раз. Ну, пока нам неизвестно точно, мало речи. Шестерка идет сюда, правильно? Она сразу уже не заканчивается. Теперь мы можем вспомнить вот про это условие. Все клеточки должны быть заняты. Значит, в этот угол куда-то должен зайти. Да. Значит, зайти вот так можно только, правильно? Да. Ну, теперь уже понятно, что шестерка раз, два, три заняла. Еще только осталось три клеточки. То, когда до другой рыбки она уже просто опять тянется. А можно было еще сделать некоторой линией? Да. Можно сразу было нарисовать, как угол на занятии. Вот так можно нарисовать сразу линией. Опять же, вот эта клеточка тоже занята кем-то. Это так эта линия проходит, правильно? Есть просто. Вот. Ну, да-да. Понятно, что это шестерка. Правда, эта шестерка пока может соединяться и с этой, и с этой рыбкой. Правда? Пока. То есть, в принципе, достает. Да. Нет, да. Но если шестерка соединится вот эта шестерка соединяется с этой рыбкой, то вот эта шестерка надо будет присесться, чтобы пройти к своей рыбке. Поэтому эта шестерка соединяется вот с этой рыбкой. Мы провели по краю, потому что все клеточки должны быть заняты. А эта семерка будет соединяться с этой рыбкой. Пока непонятно как. Нет. Правда. Семерка как-то должна выйти. Она соединяется вот с этой рыбкой. Итак. Семерка вот эта нижняя. Семерка нижняя соединяется вот с этой черной рыбкой. То есть, она с черной рыбкой снится. Почему не стоит? Если она соединяется с этой, то вот эта шестерка, пройдя к своей рыбкой, надо будет пересечься. А, потому что одна линия идет туда? Да. А другая линия идет туда. Все поняли? Потому что они просто не пересекутся, а пересекаться где не могут. Так, понял. Почему это стоит, это стоит. Значит, семерка соединяется вот с этой черной рыбкой. Значит, вот эта шестерка только с этой белой соединяется. Но она просто до этого не достанет даже. Да. Ну, давайте соединим как-нибудь ее. Эта леска должна быть занята. Леской. Так у нас все клетки заняты. Значит, вот так проходит леска, правильно? Если мы сразу соединим, это будет только четыре, значит, надо соединить чуть длиннее, если бы сделать. Отлично. Ну, осталось вот эту рыбку, эту семерку с этой рыбкой, а эту семерку с этой рыбкой. Ну, эта рыбка с этой леской должна быть так. Прямо сейчас соединяться еще рано, насколько я вижу. Получится только пять. Значит, вот так соединяем. Получилось семь. Ну, и осталось вот это уже понятно, как нарисовать. Вот у нас каждый волок получил свою рыбку. И леска нужна длиннее. Дальше стоит просто все аккуратно проверить. Как видим, тут два главных соображения. Первое, что все клетки заняты. Второе, четность рыбок. Хочу перед шахматой рассказом. Да, шахматой рассказ, да.